Один из самых простых и дешевых способов защититься от коронавируса – держать руки в чистоте. Как показывают исследования, дольше всего коронавирус живет на металле и пластике. Соответственно, дверные ручки, поручни в общественном транспорте могут быть источником разных болезней, тем более в период пандемии. Если говорить о заболеваниях, передаваемых воздушно-капельным путем, в том числе мы говорим и о коронавирусе, то мытье рук является весьма эффективным. Это связано с тем, что при чихании, кашле, разговоре в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны. Эти респираторные выделения содержат вирусы. Они оседают на объектах окружающей среды, на поверхностях. Затем здоровый человек, дотрагиваясь руками до этих предметов, объектов, может инфицироваться таким образом. Мыть руки с мылом необходимо регулярно. А если это невозможно, следует использовать спиртовые антисептики. Мыть руки с простым мылом вполне достаточно для избавления от болезнетворных микроорганизмов. Антисептиками стоит использовать в стулоколических ситуациях, когда мыло и вода вам недоступны. Антисептики, входящие в состав гели, спреев и влажных салфеток, наряду с борьбой с микробами, также воздействуют на полезные бактерии и могут негативно влиять на состояние кожи. Даже нетоксичный этиловый спирт при частом использовании сушат и раздражает кожу. Для защиты от вирусов лучше всего подходят антисептики на основе спирта. Притом содержание в них спирта должно быть не менее 65%. К сожалению, вот такие антисептики, они очень сильно сушат кожу рук. И чтобы этого избежать, в них добавляют различные экстракты масел и увлажняющие компоненты. Во время пандемии антисептики и маски очень быстро исчезли с витрин аптеки магазинов. А то, что осталось, стоит в три раза дороже обычного. Поэтому специалисты Всемирной организации здравоохранения дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях. Для этого потребуется 800 мл этилового спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл перекиси водорода и 20 мл остывшей кипяченой воды. Все компоненты необходимо тщательно перемешать, а полученное средство хранить в специальной емкости. Напомним, ученые Казанского федерального университета разрабатывают инновационный антисептический препарат КФУ-05, который обладает широким спектром антимикробного действия для наружного применения. Разработанное нами вещество в виде 0,2% водного раствора. То есть кроме вещества и воды там ничего нет. Основным преимуществом нашего антисептика, его важнейшим преимуществом является то, что к нему не вырабатывается устойчивость у микроорганизмов. Исходя из экспериментов на животных, было показано, что наш перспективный препарат не оказывает алиокизирующего и местно раздражающего действия. Мы полагаем, что на людях он тоже не будет вызывать каких-либо аллергических реакций. На данный момент ученые завершили доклинические исследования и в ближайшее время начнут клинические испытания. Сейчас уже все подготовлено к тому, чтобы начать его клинические испытания. Первая стадия клинических испытаний – это испытания на здоровых добровольцах. Соответственно, этот этап у нас, я думаю, займет год. При его успешном прохождении дальше будет уже вторая и третья стадия клинических испытаний. Я думаю, что порядка трех-четырех лет займут эти испытания. И если все будет хорошо, все исследования на людях покажут его эффективность и безопасность, препарат будет регистрироваться и, соответственно, выпускаться. Он появится в аптеках. Эльвира Зорина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс.